В историко-культурном музее-заповеднике прошло экскурсионное мероприятие для учащихся Черкеска, приуроченное к Международному дню родных языков. Ребята узнали, что носили и чем пользовались быты у титульные народы республики в стародавние времена. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Мероприятие посвящено Международному дню родного языка, который был провозглашен Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается с 2000 года для защиты и содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Научные сотрудники музея провели интересную экскурсию по музею и национальным павильонам. Ребята слушали наставников с большим интересом. Язык народа – это душа народа. И мы, музейные работники, общаясь, обслуживая население, в основном это у нас студенческая учащаяся молодежь. И мы сталкиваемся с тем, что наша молодежь не владеет родными языками, к великому сожалению, плохо знают родной язык. И буквально несколько лет тому назад, создавая эту экспозицию «Дом национальности», мы, музейные работники во главе с нашим директором, пришли к единому мнению подавать этикетаж на двух языках – на русском языке и на родном языке данного комплекса. Проект обращен к молодому поколению и направлен на привитие любви к родному языку, обычаям и традициям родного края. Неожиданным для преподавателей стал отклик в сердцах и глазах детей ко всему происходящему. Молодое поколение стало тянуться к изучению своих родных языков. Нас сюда пригласили учителя, чтобы посмотреть на наши истории XVIII века, чтобы посмотреть, как наши народы жили в те времена. И, честно говоря, мне очень понравилась наша экскурсия. Нам сегодня объясняли всю нашу историю. Сотрудники музея провели познавательную экскурсию и рассказали школьникам, как важно сохранить свой родной язык, связующих наших предков с нами, соединяющий прошлое и будущее. Альбина Курочинова, Кенжи Валик Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.